Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Министерства здравоохранения Республики, за последние сутки госпитализировано 56 человек и 4% от общего количества выявленных случаев за сутки с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Выявлено за сутки 1397 человек и, соответственно, 45 новых случаев заболеваний зарегистрировано в городе Якутске, 55% в районах Республики. На 14 февраля 2022 года лечения в стационарах у нас получают 6% граждан, в амбулаторных условиях лечатся 93,4%. Обращаю внимание на необходимость соблюдения гражданами, лечащимися в амбулаторных условиях, именно тех норм, которые предписывает соответствующий врач. При этом необходимо обратить внимание, что граждане, которые в амбулаторных условиях лечатся и не имеют клинику заболеваний, по стечении 7 дней вправе обратиться в больницу, где им будет закрыт электронный больничный лист. Практически все предприятия и организации города работают с электронными больничными листами, в связи с чем, соответственно, сбоя в данном направлении быть не должно. За сутки выздоровела в два раза больше граждан республики, чем заболела, 2523 человека. В субботу мы выписали из наших больниц 3774 человека. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболеваний. Основной задачей, которую сегодня ставит глава республики Саха-Якутия, это, прежде всего, задача, связанная с предотвращением мер, направленных на недопущение нарушений санитарно-эпидемиологических правил и, соответственно, осуществление вакцинации. Первым компонентом в республике привыто 81,7% взрослого населения. Коллективный иммунитет, по данным сайта stopcoronavirus.rf, составляет в республике 70%. Всего ревакцинацию в республике прошли 136 272 человека. Это 57,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. К низким темпам ревакцинации относятся сегодня Нерингринский, Мегиноконгаласский, Алданский, Аймеконский, Мирненский горный район и город Якутск. Необходимо обратить внимание, что необходимо проходить ревакцинацию для создания устойчивого иммунитета.